Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня мы с вами кушаем вкуснейшие манты. И здесь еще у нас болгарский перец, хотела сказать, брокколи. Вот рецепт на манты я обязательно оставлю в инфобоксе. Еще бы хотелось попросить вас, если вы все равно меня смотрите, все равно пишите хорошие комментарии, что вам стоит просто подписаться. Мне будет безумно приятно, и я буду очень вам благодарна за это. И давайте начнем. У меня очень хорошее настроение, но, к сожалению, я не могу вам сказать, почему. Такие вот манты. Вот. В моей жизни кое-что должно произойти, очень важное для меня. Но я боюсь рассказать, и потом это не получится. То есть что-то пойдет не так, потому что это все под вопросом. Но с утра у меня просто обалденное настроение. Заказала себе лобстера. Он стоил ужасно дорого, и мне его не доставили. К сожалению, потому что на улице выпал снег. А у нас в Азербайджане, не дай бог, где-то выпадет снег. Все. У всех паника. Общественный транспорт не работает. Многие какие-то предприятия тоже. Все сидят дома. Почему? Потому что на улице снег. То есть как бы люди не привыкли к таким погодным условиям. Поэтому много чего отменяется. Даже такси. Либо везут очень дорого. Либо вообще отказывают. Сегодня ко мне должна была прийти подписчица. Мы должны были снять видео про представителей разных профессий. Она мне утром написала, что вот такие вот погодные условия. Но я как бы ее понимаю. Действительно такая ситуация имеет место быть. В такой погоде такси три дорогие тут. Поэтому немного мои планы, если честно, пошатнулись. Но зато, когда смотришь в окно, там просто такая красота. Везде замело просто. И вроде как ничего не тает. Обычно у нас, знаете, только снег пошел. Все сразу растаяло. Потому что плюсовая температура. Вот сейчас вроде как ноль. Ноль для нас. Это очень холодно. Здесь у меня кофе три в одном. Но вчера вечером мне одна девушка написала огромное сообщение касательно своей личной жизни, своих отношений со свекровью. Свекровь, да, правильно. Вот. И она попросила обсудить это видео. И чтобы вы тоже написали свои комментарии. Просто было бы интересно почитать. Я подумала, что эта тема особо так не обсуждалась у меня на канале. Девушку зовут Лариса. И она живет со свекровью. И очень недовольна этим моментом. Но свекровь не хочет, чтобы они жили отдельно. Мол, там снимать квартиру. Это все расходы. На мой взгляд, лучше отдать лишние деньги и снимать квартиру, нежели портить нервы и себе, и свекрови. Иногда родная дочь со своей мамой тоже бывают какие-то конфликтные ситуации. Я считаю, что с первого дня просто обязательно нужно жить отдельно. Чтобы сохранить уважение, чтобы было понимание. У меня у подруги сестра была. И вот как раз-таки у нее с женихом постоянно были разногласия насчет того, что они в конце расстались. Жених считал, что нет, я должен жить с родителями. А она объясняла, что это в конце приводит к плачевным последствиям, к конфликтам, к нервам, срывам. Слава богу, у меня молодой человек. Он вообще в таких вещах просто идеальный. Мы с ним мыслим просто одинаково. И слава богу, его родители тоже. И в этом плане у нас как бы никогда конфликтов, вопросов никогда не было. Ну, а на примере своих подруг, знакомых, я понимаю, что это не нужно. Хотите моей бабушке сказать это, мою позицию? Ей это очень не понравится. Моя бабушка считает, что обязательно невестка должна жить вместе с родителями мужа. Потому что она обязана родителям мужа за то, что они воспитали, вырастили. Прекрасного сына, с которым она непосредственно сейчас живет. Соглашусь. Конечно, невестка обязана. Но можно благодарить как-то другим образом. Хорошие подарки на 8 марта. Часто приезжать. Звонить, общаться. Не знаю, покупать что-то. Помогать в денежном плане. То есть не обязательно жить вместе. Просто у меня на глазах нету ни одного примера, где свекровь живет с невесткой и прям все у них офигенно. Я не знаю, может у меня опыта мало. Все так или иначе недовольны друг другом, но как-то вынуждены жить вместе. Тем более, если есть еще и свекор. Пусть живут вместе, а вы молодые отдельно. Вообще, по традициям Кавказа обычно с родителями до конца их дней живет младший сын со своей женой и детьми. И в конце, получается, дом достается именно ему. То есть у нас такие традиции. Ну, сейчас как бы все с каждым годом меняется, на самом деле. Все меньше и меньше людей хотят жить вместе с родителями. И это нормально. Если бы мой любимый на начальном этапе нашего знакомства сказал бы мне о том, что нет, я буду жить с родителями, я считаю, что правильно так, скорее всего, у нас с ним ничего бы не получилось. Потому что для меня это пипец какой важный фактор. На моих глазах подруга, сестра моей подруги из-за этого рассталась с парнем, с которым встречалась 7 лет. Но они расстались не только из-за этого, они расстались еще из-за кольца. Там они пошли выбирать кольцо. Она хотела одно кольцо, они хотели купить совершенно другое. Потом оказалось, что они привели в магазин их знакомого. И кольцо, которое, например, стоило 1000 долларов, этот продавец специально говорил, что это кольцо стоит 2. Она-то тоже не дурочка. Она знает красность, видит и знает конкретные цены в других местах. В общем, там длинная история была. Не буду вдаваться в подробности. Но я помню, что у них тоже конкретные были скандалы из-за того, что она хотела жить отдельно. На мой взгляд, ни сторона девушки, ни сторона парня не должны вмешиваться. Я больше сторонница того, чтобы не рассказывать своей маме какие-то моменты касательно моего парня. Сейчас мама просто обожает его, потому что они еще пока что не знакомы. Я никогда не рассказываю что-то плохое про парня. Потому что мы, например, поссоримся, завтра мы с ним помиримся, а у мамы останется какой-то осадок, что ее ребенка обижают. поэтому я стараюсь эти вот моменты, вот эти тонкости всегда опускать. У нас, правда, особо скандалов не бывает, но есть некие разногласия, где, например, он считает по-другому, я считаю по-другому, и вот эти разногласия я не рассказываю маме. Зато я рассказываю на весь YouTube. По секрету всему миру. По секрету всему свету. Вот так вот. И вам тоже есть честно. Не советую рассказывать прям все мамам. Вы сегодня поругались, завтра вы помирились. Зачем эти тонкости знать маме? Поэтому я не рассказываю. Какие-то моменты могу рассказать вам. И то я вам тоже не все рассказываю. Все-таки во мне тоже есть проблемы. То есть, когда я рассказываю, наверное, я не хоти этого, я себя идеализирую, а его как бы обсираю. Так получается. Просто я это вижу со стороны так. Если спросить его, то он считает совершенно иначе. Например, он считает, что я в видео, наоборот, показываю себя с хорошей стороны, а его как бы обсираю. Но на самом деле это не так. Не так, на мой взгляд. В общем, все очень запутанно. Я жду не дождусь. Через 2 часа должны привезти лобстера. Огромный такой, аппетитный. Никогда не пробовала, но мне понравилось, но мне понравилось пробовать что-то новое. например, в Минзии я просто осталась в восторге. Поэтому прям не терпится во-первых, его увидеть, во-вторых, попробовать. Я их переварила немножко. Пошла в супермаркет за сметанкой. Оставила их там. Они минут 40 варятся. Немного в магазине там задержалась. Смотрю, уже смотри, прилипли даже. Немного. Ну, очень вкусно. Хорошенько внутри проварились. Грузинские хайкали. Манты. Не знаю, пельмешечки. Гюшзя. Я это все просто обожаю. Тесто и мясо. Это прям нечто. Вчера еще собирала шоппинг-влог снимать. У нас такая погода, ребят. Вчера не вышла из дома. У нас там целые планы были. Шили там пойти в ресторан, посидеть, туры-пыры. В общем, мои хорошие, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. Всех люблю, целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok